Что полезного содержится в молоке? Какими свойствами обладает молоко? Как используется в медицине молоко? Кому противопоказано пить молоко? Смотрите видео до конца и узнаете о том, когда можно пить молоко. Перед просмотром видео хочется всех поприветствовать и пригласить подписаться на наш канал, чтобы встречаться еще не один раз. Молоко является продуктом, с которого начинается питание малыша и в течение всей жизни это вещество, которое помогает поддерживать жизненный тонус и применяется даже в качестве лечебного средства. Однако не все люди одинаково хорошо переносят молочные продукты. У них не хватает фермента, расщепляющего молочный белок, поэтому возникает дискомфорт в животе, расстройство стула. В таком случае молоко и молочные продукты употреблять не стоит, чтобы не привести к развитию серьезной патологии желудочно-кишечного тракта. Для всех остальных молоко и молочные продукты полезны в любом возрасте. Что полезного содержится в молоке? Молоко – универсальный продукт, предназначенный для выкармливания потомства, поэтому он богат необходимыми для жизнедеятельности веществами. В молоке содержатся белки, причем они находятся в легкоусваиваемой, доступной для быстрого расщепления форме. Жиры молока также хорошо расщепляются и поставляют организму энергию и материал для образования клеточных структур. Среди витаминов высокая концентрация витаминов А, группы В и витамина Т. Минералы представлены широким ассортиментом, среди которых кальций, необходимый для построения и укрепления костей. Калий, нужный для нормальной работы сердца. Какими свойствами обладает молоко? Имея полноценный по количеству и качеству нутриентов состав, молоко обладает следующими положительными качествами. 1. Обогащает организм полезными и необходимыми веществами. 2. Способствует активации обмена веществ, что приводит к улучшению функции органов и систем, помогает справиться с бессонницей и способствует регенерации клеток. 3. Обладает мягким мочегонным эффектом, постепенно удаляя лишнюю жидкость из организма. 4. Стабилизирует состояние иммунной системы, улучшает состав микрофлоры кишечника. 5. Является средством профилактики остеопороза. 6. Позволяет упорядочить обмен жиров, что способствует нормализации веса. 7. Участвует в формировании мышечных волокон. 8. Способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы, регулирует артериальное давление, помогает наладить лактацию в послеродовом периоде у молодых мамочек. Молоко может использоваться не только как продукт питания, но и как лечебное средство. Как используется в медицине молоко? Многие молочные продукты являются продуктами диетического питания. Особенно это относится к обезжиренным кисломолочным продуктам. За счет натуральной, естественной ферментации они хорошо усваиваются, содержат необходимые для кишечника бактерии, создают среду для активизации резидентной микрофлоры. Творог в своем составе имеет необходимую для построения клеток печени аминокислоту, поэтому назначается дополнительно для пациентов, страдающих заболеваниями печени. Молоко имеет щелочную реакцию, поэтому нейтрализует излишки кислоты в желудке, помогает при изжоге и отрыжке. Молоко является сильным сорбентом, нейтрализующим и выводящим попавшее в организм токсины. Поэтому оно применяется для дезинтоксикации организма при отравлениях и в качестве профилактического средства при работе с ядовитыми веществами и при наличии вредных условий на рабочих местах. Теплое молоко с добавлением сливочного масла, боржоми или меда является сильным отхаркивающим и успокаивающим кашель средством. Оно применяется во время заболеваний, протекающих с поражением органов дыхания. Добавление молока в ванны, молочные маски способствуют регенерации и очищению кожи, помогает при дерматологических проблемах, сухости и шелушении кожи. После процедуры с добавлением молока кожа становится гладкой и блестящей. Кроме положительных свойств молоко может оказывать на организм также и некоторое негативное воздействие. Особенно если употребляется довольно жирное цельное молоко, а не используются кисломолочные продукты. Кому противопоказано пить молоко? Кроме того, что молоко не стоит употреблять при недостаточности лактазы, фермента, расщепляющего молочный белок. Молоко не стоит выпивать ежедневно в количестве более одного стакана, потому что возможно воздействие на гормональную систему как мужчин, так и женщин. Ведь молоко, полученное от коров, недавно отделившихся, содержит повышенное количество эстрогенов. Употребление большого количества молочных продуктов может привести к появлению вздутия живота, запоров или диареи. Молочные продукты могут провоцировать аллергические заболевания, вызывать приступы бронхиальной астмы, усиливать кожное проявление. Таким образом можно посоветовать следующее. Не употреблять большого количества молочных продуктов, предпочтение отдавать обезжиренным, без добавок кисломолочным продуктам. Не употреблять молоко и молочные продукты при ферментативной недостаточности, особенно лактозы. С осторожностью применять молоко при наличии различных видов аллергии. Вопрос о том, употреблять или нет молочные продукты, каждый решает сам и зависит это еще от вкусовых индивидуальных особенностей. Молоко – полезный продукт, но как и во всем с особенным фанатизмом его употреблять не стоит.